Я не готовил специальное выступление, я просто слушал предыдущих товарищей, коллег. И вот с учетом уже того, что было сказано, я хотел бы сделать какие-то дополнения, какие-то уточнения. Наверное, так будет даже интереснее, с какой-то обратной связью. Но мне хотелось бы, прежде всего, обратить внимание на то, что мы все-таки с вами сегодня находимся в Храме Христа Спасителя. Соответственно, это ко многому обязывает. То есть мы должны как-то взглянуть на экономику с высоты птичьего полета, если так можно выразиться, метафизически. К сожалению, значительная часть поступавших, я прекрасно понимаю, почему это происходило, они все-таки как-то находились на таком, я бы сказал, нижнем уровне размышлений, рассуждений. Наверное, это тот уровень, который не только возможен, но и необходим, скажем, на таких площадках, как торгово-промышленная палата или вольно-экономическое общество. Но здесь все-таки нам требуется некая метафизика. Я почему-то вспомнил святителя Луку, воина Есенецкого, который говорил, что человек – это совокупность духа, души и тела. Если мы взглянем на наше общество, то мы тоже увидим такую же трехчастную структуру. Есть дух, есть душа и есть тело. Ну, по телам я понимаю экономику. Даже не совсем экономику, а скорее даже производительные силы экономики. Что касается души, то это, наверное, такое духовно-нравственное состояние общества. Это отношение между людьми не только по поводу производства, обмена, распределения, но и по поводу всего остального. Вот. Вы знаете, вспоминая святителя Луку, я почему-то всегда проецирую его подход к лечению пациентов на экономику. Вот мы обсуждаем с вами экономику и в основном говорим о каких-то симптомах, о каких-то внешних признаках болезни. Соответственно, значит, те врачи, которые акцентируют внимание на симптомах, они и ведут себя соответствующе. Они могут такому пациенту прописывать витамины, здоровый образ жизни, восьмичасовой сон, там, я не знаю, может быть, еще какие-то процедуры. Но вы же сами понимаете, что это имитация лечения. Необходим диагноз, необходимо определение действительно корня болезни. К сожалению, вот я думал, что сегодня мы как раз будем говорить именно о корне болезни. Вот. Корень болезни, конечно, духовный. Духовный корень. И, в общем-то, я все-таки констатирую, что мы пока находимся в духовно-нравственном плену. Мы находимся в духовно-нравственном плену, мы дергаемся, мы имитируем какую-то активность. Делаем вид, что мы что-то улучшаем, но это видимость. Как говорил поэт, лицом к лесу большое видится на расстоянии. Лицом к лесу лица не увидать, большое видится на расстоянии. Вот давайте я просто несколько еще дам таких мазков. Вот тут Делягин Михаил Геннадьевич давал такие крупные мазки. Я еще один дам или два мазка. Один мазок такой. Я, как статистик, регулярно слежу за показателями ВВП разных стран. Я справедливо ругаю Международный валютный фонд за его политику в отношении разных стран, включая Россию. Но я должен сказать, что у фонда есть мощнейшая информационно-статистическая база, которая мне позволяет определять некоторые параметры болезни российского пациента. Значит, можно считать валовый внутренний продукт России. Я понимаю несовершенство этого показателя. По текущему курсу. Ну, лучше считать по паритету покупательной способности. Так вот, по оценке Международного валютного фонда, в 1992 году, первый год существования так называемой независимой России, доля России в мировом ВВП составляла 4,85%. На 2023 год предварительная оценка 2,7%. Я промежуточные показатели не даю, потому что это вот тренд такого пикирующего бомбардировщика. Понимаете, те люди, которые управляют экономикой, не делают вид, а управляют экономикой, они как бы учитывают вот эту обратную связь, они учитывают состояние пациента. Если пациент чувствует себя хуже и хуже, значит, что-то вы делаете не так. Значит, нужно пересмотр программы. Программ, конечно, лечения нету, но вот хотя бы сделайте некую видимость, что вы корректируете эту программу. Вы ее не корректируете. Вы ее не корректируете. Еще, значит, один мазок дополнительный к той картине, которую дал Михаил Геннадьевич, он сказал о том, что аж там сколько-то стоили 200 компаний из офшоров вернулись в российскую юрисдикцию. Вот в эти специальные зоны. Две специальные зоны, два таких зоопарка, я их называю. Вот. А сколько осталось еще там? Никто толком не знает. Но есть такой документ. Он открытый. Как говорится, под лампой уличного фонаря. Международная инвестиционная позиция Российской Федерации составляется Центральным банком. Значит, там более триллиона активы. Более триллиона. А куда их рассовали? И почему их до сих пор коллективный Запад не заморозил? Да очень просто. Зачем замораживать-то? Потому что это некие марионетки, бенефицары или владельцы этих офшорных компаний, этих офшорных активов. Ими же можно управлять. Стало быть, российская экономика управляется и не изнутри, а извне. О каком национальном суверенитете мы можем говорить? Я сейчас не раскрываю тему отсутствия национального суверенитета у России. Но это вот просто один такой штришок. Вот. Что мне хотелось бы сказать? Хотелось бы сказать, что, конечно, нам необходимо действительно понять, что до сих пор мы находимся в таком духовно-нравственном плену. Вот нынешний год достаточно активно отмечался некоторыми историками, экономистами. В 1723 году родился Адам Смит. Вот в этом году 300 лет этого гениального экономиста. Я посмотрел массу материалов и все с оценкой «жирный плюс». Жирный плюс. То есть это вот действительно вклад. Это вклад в мировую науку. Вообще, по большому счету, уже когда большевики пришли к власти, они, по сути дела, вознесли Адама Смита, потому что Адам Смит – это основатель классической английской политэкономии. А Ленин в работе «Три источника, три составные части марксизма» прямо сказал о том, что одним из основных элементов марксизма является как раз английская классическая политэкономия. Вот мы и подсели на эту английскую классическую политэкономию. Особенно потому, что там у Маркса вроде как критика капитализма. Но ведь методология-то, она вся оттуда взята. И мы пропитаны этой методологией. А что это за методология? Ну, прежде всего, я не мельчу, я не ухожу в детали. Я самое главное беру – это общественно-экономическая формация. Общественно-экономическая формация – это такая конструкция, у которой есть экономический базис и надстройка. Экономический базис – это отношения по поводу производства, обмена, распределение, потребление. Это, прежде всего, отношение собственности на средства производства. А все остальное – это уходит туда, в надстройку. Там и право, там и религия. Маркс говорил, что религия – это продукт производства. Производственных отношений. Там и культура. В общем, все. И вот, представляете, мы 70 лет жили с такой идеологией. Много было хорошего в советский период. Но с такой перевернутой идеологией, с такой перевернутой картинкой мира, мы не могли существовать очень долго. Более того, значит, я написал книгу «Экономика Сталина», в которой я очень подробно рассмотрел позитивный опыт индустриализации, правильно сказать, экономической мобилизации. Это период 29-го. Ну и вот где-то до конца смерти, то есть до конца жизни, до смерти Сталина. Да, но я не идеализирую Сталина. Дело в том, что у Сталина была попытка продолжить дело Адама Смита и, значит, дополнить политэкономию капитализма, политической экономии социализма. Опять-таки, вот с этой перевернутой картинкой мира, перевернутой картинкой общества, понимаете? Ну и главное, что сегодня говорят о том, что великий Адам Смит, потому что он дал, как бы, действительно, основание для науки под названием экономик. А почему, значит, эта наука? А потому что там были какие-то раньше физиократы, были там, значит, меркантилисты, ну это были какие-то отдельные фрагментарные идеи. А тут вот, значит, некая система и законы, закон стоимости там, закон капитализма основной, закон денежного обращения, закон возвышающихся потребностей. Мы, старшие поколения, все учили эту политэкономию и капитализма, и социализма. Ну, в общем, возвели в ранг науки. Это примерно так же, как этого самого Чарльза Дарвина, великого ученого, который сказал, что, оказывается, мы с вами произошли от обезьяны. Ну, обезьяна произошла из какой-то там инфузиории туфельки. Ну, вот, представляете, вот это в 19 веке происходили такие вот уже метаморфозы. Ну, вот, я к чему это говорю, что мы продолжаем, как бы, жить вот по этим канонам, по этим догматам Адама Смита. Значит, сегодня даже есть такие сторонники Адама Смита, которые говорят, нет, мы не придерживаемся идеологии экономикса. Экономикс – это примитивизм, это одномерное восприятие у нас политической экономии. Там восстанавливают кое-где кафедры политической экономии. Да, это вроде как двухмерная уже картинка – экономика и политика. А где духовная составляющая? Ее нету, ее нету. Ну, вот, я хочу сказать, что я имею несколько десятков лет стажа преподавания в высшей школе, и я вижу, что, в общем-то, наблюдается деградация. Да, при всех недостатках и минусах советской школы, особенно по части обществоведения, я вижу, что сегодня, конечно, происходит просто уже, ну, мне трудно сказать, как это назвать, ну, оглупление молодежи – это я называю системой высшего экономического образования конвейером по производству дураков. Просто, понимаете, так называемая рыночная экономика, она требует дураков. И, естественно, что олигофренов там или каких-то даунов рождается очень мало. А можно поставить на конвейер все это. Это система вот высшего экономического образования. Я об этом говорю с болью в сердце, потому что взять любой учебник по экономике, там практически нету имен наших русских мыслителей, общественных деятелей, которые в XIX веке очень активно пытались противостоять этому энтропийному процессу внедрения идеологии английской политэкономии, того же Адама Смита. Ну, это, конечно, Сергей Федорович Шарапов. Меня не представили как руководителя Русского экономического общества имени Сергея Федоровича Шарапова. В данном случае мне немножко обидно, что не озвучено имя нашего великого экономиста, дореволюционного экономиста Сергея Федоровича Шарапова. Мы на площадке Русского экономического общества обсуждаем такое интеллектуальное и духовное наследие. И не только Шарапова, это и Нич Володов. Нич Володов знают как генерала, который написал трехтонную историю земли русской. Но у него есть прекраснейшая работа от разорения к достатку. Всего-то там 100 с небольшим страниц. Прочитав эту книгу, мы поймем, где мы сегодня находимся и что необходимо делать для выхода. Вот, я уж не говорю про Хомякова, Аксакова, про этих славянофилов, Иван Кириевский. Иван Кириевский прямо сказал по поводу Адама Смита. Он говорит, так это же хрематистика в чистом виде. Это не экономика. А ведь давайте посмотрим. Идет подмена понятий. Наши учебники, они не наши, конечно, они соревшие учебники. Там на самом деле птичий язык, очень лукавый птичий язык. Ну, такой птичий язык, который сегодня уже не стесняются и чиновники использовать. Ну, например, через слово некоторые чиновники говорят бизнес-бизнес. А вы загляните в толковые слова, что такое бизнес. Это деятельность по, значит, добыванию прибыли. Прибыли. Причем любой ценой. Да. Вот как раз Иван Кириевский говорил, что такое учение Адама Смита. Это, во-первых, значит, втягивание России в мировой рынок. А славянофилы, и не только славянофилы, 19 века говорили, что Россия должна быть автортической. Мы не какая-то там Голландия, мы не какая-то Бельгия. Мы целый континент. Мы самодостаточные. Блестящие мысли насчет самодостаточности и автарки у Льва Александровича Тихомирова. Его знают по его работе «Монархическая государственность» и другие работы. Он был, оказывается, и экономистом очень серьезным. Вот. Дальше. Государство не должно вмешиваться в экономику. Это еще один догмат. Догмат Адама Смита. Рыночная экономика, понимаете ли. Невидимая рука сама все сделает. Мы видим эту невидимую руку сегодня. Да. К сожалению, вот, к сожалению, наши спецслужбы, они не очень активно и эффективно борются с этими невидимыми руками. Они везде торчат. Ну и, наконец, это, конечно, пик его творческой деятельности. Человек Homo sapiens превратился в Homo economicus. Я сейчас не ухожу в детали, но, в общем, от того, что мы будем там увеличивать норму накопления или мы изменим ключевую ставку, давайте посмотрим, что происходит на конвейере по высшей школе. Вот, к сожалению, я понимаю, что в силу даже технических каких-то ограничений мы не можем проводить общее заседание. Поэтому рядом где-то секция по образованию, рядом где-то международная секция, рядом идеологическая секция. А, в общем-то, нам нужна целостная картинка. Целостная картинка. Вот, к сожалению, в секциях иногда уходят очень сильно в эту профессиональную специфику. Еще раз повторяю, она нужна, но она нужна на профессиональных площадках. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова